Здравствуйте, дорогие друзья! Это незапланированный сюрпризный выход в эфир блога «Святая земля сегодня». Мы же обещали, что будем не только рассказывать вам о текущих событиях и говорить на серьезные важные темы, но еще и показывать вам Иерусалим. Вот, выполняем наши обещания. Сегодня мы покажем вам место, которое, даже если вы у нас бывали, вы, скорее всего, не знаете. А между тем, знать его не только интересно, но нужно и полезно. Потому что, если вы когда-нибудь соберетесь к нам, а, может быть, вы живете в Израиле, только в другом городе, то обязательно решите остановиться здесь, в этом месте, которое мы покажем вам сегодня. А почему? Узнаете из нашего рассказа. Сегодня для вас нетуристический, живой, настоящий Иерусалим и место, где останавливаются в Иерусалиме только настоящие независимые путешественники. Ну что, заинтриговало? Тогда начинаем! Мы стоим с вами у площади Давидка. Вот здесь, сзади меня, пушка. Ну не та настоящая пушка 48-го года, а памятник пушкой, который стрелял во все стороны. Но мы сегодня не об этом хотим поговорить. Мы хотим поговорить о том, что это место вот здесь, прямо как в сказке, все дороги пересекаются. Вот туда дорога, которая ведет нас до старого города, до гроба Господня всего лишь 15 минут. А вот эта дорога, вот там, ведет нас до рынка Махане-Ягуда. Это примерно 5 минут. Также, если вам интересно смотреть, как живут ортодоксальных евреев, мы живем прямо здесь, находятся районы, где живут ортодоксальные евреи. Можно также взять велосипед и просто путешествовать по Иерусалиму. Так что мы сегодня хотим вам показать такой вот необычный хоспис. Называется Абрахам Хоспис, который расположен прямо здесь, на этой площади. Нет, это не Кинг Дэвид отель, где останавливаются президенты Путин, Медведев или там Обама. Это довольно скромный такой отель для людей, которые хотят попутешествовать. Давайте заглядем. Вот это несимпатичное здание в Иерусалиме я знаю уже очень много лет. Когда-то здесь был муниципалитет, потом какие-то скучные офисы, потом здания вообще хотели снести. И вот несколько лет назад здесь обосновался Абрахам Хостель. Абрахам Хостель – это сеть, и хозяева ее ставят себе очень интересную задачу – позаботиться о путешественниках-одиночках. То есть о тех, кто приезжает к нам не в составе туристических групп и, между тем, не имеет средств на то, чтобы жить в дорогих отелях Иерусалима. И вот мы с Рафаилом сегодня вместе с вами впервые открываем эту дверь и будем, как настоящие путешественники, исследовать этот хостель. И посмотрим, в каких условиях предлагается за очень невысокую плату поселиться путешественникам-одиночкам. Ну, холл-отель или лобби отеля сразу удивило нас необычно немножко организованным пространством. Очень много уютных уголков, где приятно посидеть, приятные для глаза цвета. Вот, кстати, уголок путешественников. Мы знаем, что Абрахам Хостель также организует экскурсии для своих гостей. Очень умилил зарядник для разных видов мобильных телефонов. Это не в каждом отеле вы увидите такое. Ну и, конечно же, гости. Кто гость этого отеля? Вот мы читали, что, в общем-то, это место для молодежи. Однако в этот раз мы видели исключительно семейные пары с детьми. То есть, видимо, наши местные израильтяне уже оценили это место по достоинству и явно предпочитают останавливаться здесь. Почему? Мы с вами поймем в продолжении нашего сегодняшнего рассказа. Пока мы видим карты, которые сразу же выдаются на ресепшн, список экскурсий, которые предлагает Абрахам Хостель. Ну и мы, как настоящие путешественники, тоже взяли ключи. Ну что, дорогая, пойдем-ка. Я хочу. Так, куда ты меня ведешь, дорогой? Я хочу подарить Иерусалим. Вот Иерусалим. От сердца к сердцу. Вот. Какая карта классная, слушай. Дело в том, что то, что я, когда был гидом, мне было очень важно не вводить всех постоянно, чтобы они только со мной узнали города, сами ничего не знали. А как раз я любил дать им свободу. То есть, я вводил их так, чтобы они все знали сами. Для меня самая большая радость, это когда люди сказали, Рафаил, ты открыл нам святую землю, но мы сейчас сами уже и без тебя справляемся. И вот смотрите, вот улица Яфа, вот Давидка, это где мы сейчас находимся, Абрам Хостел. А вот отсюда можно спокойно или по улице Яфа добираться до Яфских ворот, башни Давида, гроб Господень, или по улице Невиим, видите где? Эфиопский храм. Вот здесь, Мяша, Рим, это ортодоксальный район. Кто хочет, может идти сразу вот сюда, вот по Невиим, до Дамасских ворот. А это Троицкий собор, площадь Москвы. От площадь Москвы до площади Давидка, ну не больше 10 минут пешку. Также вот Махле-Ягуда, место где вообще-то жил мой дедушка. Так что это классно. Слушай, а обо всем этом у нас есть выпуски, кстати. Да, да, да. И вообще-то вот это вот наша родина, видите. А у этой вот сети есть отель и здесь, и здесь в Тель-Авиве, и в Назарете. Также в Эйлад. Они тогда не успели это сделать, но у них также есть опция отдыхать там. Абрахам Хостель входит в список лучших хостелей Израиля. Для тех, кто не знает, хостель – это отель для путешественников-индивидуалов. Недорогой бюджетный вариант. Есть Абрахам Хостель и в Назарете. Я помню, как однажды мы ночевали там с группой паломников одну ночь. Старинное арабское здание с очень уютным двором. Очень приличные номера. Там есть, кстати, и нормальные двухместные номера, и семейные. Ну и, конечно, есть совсем бюджетный вариант – это спальни, где могут размещаться либо мужчины-паломники, либо женщины-паломницы. По 8 человек, по 10 человек в комнате. Сложно. Так, иду сама не знаю куда. Куда-то меня муж ведет, и я куда-то иду. Ну и где наш номер? Наш с тобой номер? Ну, мы посмотрим на с тобой номер. Но сперва давайте посмотрим на семейный номер. В Израиле семейные номера – это вещь, которая не всегда вообще в наличии. Вот, этот знак означает, что уже уборка была. Значит, грязно точно не будет. У нас с Рафаилом четверо деток, и мы любим путешествовать вместе с ними, поэтому хорошо знаем эту проблему – найти большой семейный номер в гостинице. Да еще, чтобы это было недорого, да еще, чтобы кровать были приличными. Мы не поленились и спросили на ресепшн. Вот такой семейный номер стоит 775 шекелей за ночь, то есть в районе 220 долларов. По нашим иерусалимским ценам это очень и очень недорого. Прекрасный вид на улице Яфа. Да, и прямо вид на улицу Яфа. Улица Яфа, соответственно, в ту сторону, прямо-прямо, 15 минут пешком, и вы в старом городе у гроба Господня, у стены плача, ну, кто что хочет посмотреть. Если туда, на трамвае лучше всего, ну, можно и пешком 20 минут, ну, лучше на трамвайчике две остановки, центральная автобусная станция, можно ехать на море, в аэропорт, можно ехать куда угодно. Там рынок, вот прямо за этим домом это 5 минут пешком. Ну, а здесь на улице Яфа, конечно, полно всевозможных кафушек, ресторанчиков, где можно перекусить, пообедать, поужинать, позавтракать, не проблема. Слушайте, кровать ужасно удобно. Я, пожалуй, здесь останусь, поставлю немножко, вам дальше все Рафаэл покажет. Бай-бай! Здесь курить нельзя, но есть балкон, если у нас есть люди с этой вредной привычкой. Но надписи здесь на стенках. Мы не нои в ковчег, одиноких тоже приглашаем. Заглянули мы в четырехместный номер, поинтересовались. Ну что же, тоже очень даже чисто и прилично. И ночь в таком номере стоит 475 шекелей или примерно 140 долларов. Но мы тут можем другой вид как бы иметь. Смотри, как интересно. Прямо над площадь Давидка. Я никогда в жизни не видел эту площадь отсюда. Я тоже. Никогда. Я хоть местный, но именно отсюда. О, я первый раз это все вижу. Прямо как ребенок. Мы себя чувствуем как туристы уже. На стенах то тут, то там попадаются остроумные надписи. Вот, например, «Не ходить по воде». И замечательные совершенно картины и настенные росписи. У нас было ощущение, что мы гуляем по какой-то галерее Нью-Арт, где современные художники прям вот так вот на стенах жилого помещения разместили свои шедевры. Некоторые из них настолько симпатичные, что мы даже сфотографировали, чтобы показать детям. Дело в том, что лифт, конечно, есть. Мы с Анной просто наслаждаемся вот этим вот интерьером и все. Лифт, конечно, работает. Давай посмотрим. Даже мы просто ходили пешком, но лифт тоже как бы приятный. Давай зайдем. Да, здесь, вы знаете, каждый закоулок – это просто живопись. Это произведение искусства. Кули, ты где? Так, тут его нет. Все, муж у меня пропал. Рафаил, ты где? Боже мой, я тебя потеряла. Вот удивительный человек умеет прятаться. Знаешь, я удивлен. Вот действительно очень уютно, а главное, самого главного для меня. Чайничек. А мне очень цвета нравятся. Ты знаешь, в наших израильских отелях скорее претензия на такую европейскую роскошь, да, на какое-то такое что-то старомодное несколько, или наоборот по-хай-тековски стерильное. А здесь такие яркие, сочные, творческие цвета мне напоминают картины на дележе. Если вы знаете немножко супрематизм, такой вид творчества есть в мире. Вот очень похожи. Такие геометрические формы, яркие, сочные цвета, которые между тем великолепно друг с другом сочетаются. Ну а теперь мы заглянем в ванну. Я скажу честно, для меня всегда вот отель проверяется по ванной. Неважно, что это очень дешевый отель. Но если здесь грязная ванна, я здесь не буду жить даже даром. Так. Ну, раз, два, три. Чисто. Чисто. Чисто и очень-очень прилично. Ну что же, пять с плюсом. Абрахам Хостель passed. Сдал экзамен. Столовая. Тоже важнейшее место в любой, без исключения, гостинице. Здесь столовая – это ещё, как мы поняли, и клуб по интересам. Здесь можно вечером поиграть в бильярд, посидеть в кондиционере, почитать книжку, пообщаться с друзьями, покушать, посмотреть телевизор, выпить пиво. То есть это место, как такая гостиная и столовая одновременно. И здесь тоже всё необыкновенно гостеприимно. Вообще вот эта концепция гостеприимства праца Авраама чувствуется здесь буквально в каждом месте. Насколько всё скромно и экономно сделано, и не богато, но очень тепло, с душой и с любовью. Вот посмотрите на эту кухню. Я нарочно обошла и очень придирчиво всё рассмотрела, и не нашла ни одного грязного пятнышка. То есть такое ощущение, что какая-то милая хозяйка с любовью просто ждёт здесь своих гостей. В хостеле гости готовят еду сами. Здесь есть вся необходимая посуда, кухонные принадлежности, тарелки, чашки. Рынок в двух шагах. Можно купить свежайшее мясо, рыбу, овощи, фрукты, всё, что вы только хотите. Но для тех, кто готовить по утрам, например, не хочет, за 14 долларов можно заказать готовый завтрак. Также напротив хостеля находится очень дешёвый супермаркет. И ещё рядом есть прямо в здании хостеля замечательный винный магазинчик, где израильские вина, пиво, прохладительные напитки, всякие хрустелки, ну и так далее. Это, кстати, очень интересно, потому что это наше местное пиво, очень-очень вкусное. Я вообще не большой любитель пива, мне это не так хорошо идёт, я предпочитаю вино, но это наше именно местное пиво, которое не везде продают. И вот здесь у них это есть, как называется по-русски? Из бочки. Из бочки. Пойдём, то закат будет, мы пропустимся. Сколько же лет я мечтала побывать на этой крыше, но в хостель просто так-то не пускают без разрешения. А тут, пользуясь съёмкой, мы воплотили с Рафаилом давнишнюю мечту посмотреть на Иерусалим вот с этой крыши. Тоже здесь нас приятно удивила простая, очень демократичная домашняя атмосфера. Ну и, конечно, вид. Это вид на запад, на западный Иерусалим, на религиозные районы. Вечером здесь необыкновенно прохладно, дует свежий ветерок, хочется остаться здесь навсегда. А вот это улица Навиим. В ту сторону она идёт как раз к Троицкому собору. Здесь пешком до Троицкого собора, до русской миссии, ну, буквально 4 минуты. Вот, кстати, напротив территории школы, где учатся наши дети. Англиканская международная школа в Иерусалиме. И вот автобусная остановка. Здесь вообще полно всякого общественного транспорта. В секунде ходьбы от хостеля это, конечно, очень-очень удобно. Ну всё. Я думаю, что Анна решила здесь остаться. Анна, она тут в твоём покое. Ну вот, романтика. Так хорошо пила. И всё есть, и романтика есть, и всё есть. Выдаешь, дорогая? И мне кажется, вот такое место действительно вот на закате, как будто на корабле. Сказка. Я как будто за границей побывала, честное слово. Вот моя мечта, вот, показать свой город вот моему любимому человеку. Вот. И с вами поделиться тоже. Видите, какое место? Кстати, я чуть не забыла, ты меня совсем заколдовал. Друзья мои, Абрахам Хостель делает вам подарок, поскольку мы снимали сегодня здесь для вас. К нам подошли и сказали, что дарят вам промо-код. Скидка на 15% если люди забронируют номер в Иерусалимском, Тель-Авивском или Назарецком отделении Абрахам Хостель. Так что если вдруг вы каким-то чудом собираетесь в Израиле, может быть живёте просто здесь, я думаю, до конца августа вы просто обязаны этим воспользоваться. Промо-код действительно до конца августа. До свидания. Ну что ты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok